Всем добрый день. Мы начинаем наш вебинар. Я рада приветствовать вас в этой утренней часы. Меня зовут Надежда Шикина. Я менеджер по развитию отраслевых решений компании 1S Bittrex. Сегодня в вебинаре участвуют наши партнеры Евгений Петров, ведущий фронтенд-разработчик, и Константин Лихачев, руководитель направления мобильной разработки компании Media Service. Мы сегодня расскажем подробно про модуль 1S Bittrex интерактивная карта объектов, подробно посмотрим сценарий использования, тонкости настройки, а также поговорим про некоторые аспекты бэкэнд-разработки решений для Marketplace. Вебинар наш записывается. После обработки видео на почту придут материалы вебинара. Вопросы можно задавать на вкладке Questions. Традиционно мы отвечаем на вопросы в конце докладов. Я буквально в начале пару слов расскажу про модуль для тех, кто, может быть, еще не знаком с этим решением, и передам дальше слово основным докладчикам. Модуль интерактивная карта объектов – это готовое решение в Marketplace, которое подходит для проектов любой сложности, начиная от показа одиночного объекта на карте, схемы проезда к нему и кончая городским порталом с инфраструктурой объектов, памятников, туристических маршрутов, событий. Есть шаблоны для десктоп-версии, для мобильного приложения. Модуль имеет гибкие настройки. Мы как раз подробно про них расскажем. И также я еще хочу добавить, что он входит в состав готовых решений для медицины, образования и государственных организаций. Я не буду их все перечислять, они на слайде. У нас на сайте есть демо-версии, тоже потом можно при желании познакомиться. Есть документация, есть подробное описание. Ну и, собственно, чтобы не тратить время на такие долгие вступления, я передаю слово Евгению Петрову. Он подробно расскажет про настройки, про базовые, уникальные сценарии, пользовательские сценарии клиентов. Евгений. Так, вроде получилось все взять на себя. Значит, всем доброе утро. Я постараюсь вкратце рассказать про наши возможности, ну, про возможности модуля, и не сильно тратить ваше время. Значит, о чем сейчас пойдет речь? О том, что было сделано в модуле для того, чтобы вы могли его использовать в своих целях. Значит, ну и вот с чего. Значит, у нас, ну, сложная была история развития модуля, и мы, в конце концов, обратились к такому аспекту, как фильтр объектов. Значит, что это такое? У нас с вами есть всевозможные параметры для объектов, которые вы передаете в карту. Безусловно, вы не должны придерживаться наших имен, которые мы используем внутри модуля, и передаете какие-то абстрактные, произвольные данные. И один из часто встречаемых вопросов был такой. Не только фильтровать объекты по каким-то названиям. Ну, там, я вот буду здесь что-то вводить. Что-то сейчас намудрю. Значит, не только то, что можно вводить в качестве поиска фильтрации имени, но и фильтрации по всевозможным другим параметрам. Ну, например, мне вдруг потребуется показать объекты, у которых есть какой-то параметр среди переданных в модуль при инициализации или при загрузке. Каким образом я тогда буду поступать? Я сейчас сразу покажу итоговый результат. Я применил фильтр. Этот фильтр у меня отобразился в адресной строчке. И в результате осталось в списке объектов, выделенным только один единственный объект. Ну, я такой выбрал здесь в данном случае в условиях. Фильтр можно всегда сбросить. То есть, вы видите, что можно делать фильтрацию не только по имени. Где это может использоваться? Например, вы работаете с какими-то магазинами, где есть какая-то там детская одежда, женская одежда и так далее. Вы можете в любой момент оставить на карте только те маркеры, которые вам нужны. Для того, чтобы это все работало, мы создали, ну, может быть, немножко примитивную систему фильтров, но у нас тоже были ограничения по работе с адресной строчкой. Каким образом это работает? Значит, у нас есть четыре условия, которые описаны все в документе. У нас есть специальные документы для этого. И вот тут по фильтрации все описано. Значит, четыре условия, которые могут быть выполнены. Это строгое равенство, включение, невключение и строгое невключение. Вот такие четыре штуки. Там есть особенности синтекса, они тут все в документе описаны, каким образом это все составляется. И как это работает? Значит, понятно, что внутрь модуля вам лезть не обязательно. А для того, чтобы работать, у вас есть несколько вещей. Ну, понятно, что есть адресная строчка, в которой можно что-то написать руками. Или там поставить ссылку у себя на какую-то страницу, где эта адресная строчка при загрузке этой страницы будет обработана и будет применен фильтр. Но гораздо проще работать на странице с фильтром, используя два подхода. Подход номер один. Сейчас я его стараюсь показать. Итак, давайте попробуем просто с HTML разобраться. Значит, для того, чтобы у нас с вами это все работало, вот я тут прям показываю какой-то простой пример страницы. И тут я сформировал несколько элементов. Ну, они выглядят так страшно, потому что там куча классов, для того, чтобы они хоть как-то выглядели. На самом деле, тут все, как бы весь подход заключается в использовании дейта-атрибутов. Каких тоже описана документация. Это, во-первых, экшен, который говорит о том, что надо фильтровать. Это режим. Я про него сейчас тоже скажу. И это, собственно, сам фильтр. Что вы там собираетесь делать? Я их тут написал простыми, но они, понятно, могут состоять из целого набора. Я, может быть, сейчас даже добавлю прям по ходу клести. Все эти дейта-атрибуты имеют такую приставочку BXLAP, чтобы не было случайного пересечения с вашими какими-то служебными атрибутами, которые вы используете для совершенно других целей. Как это работает? Достаточно только поставить такие элементы на страницу. Результат вы уже видели. Например, я сейчас кликаю на фильтр, где написано «Заменить весь фильтр. Описание содержит бензин». Вот я кликнул, и у меня остаются только те объекты, которые соответствуют введенному условию. То есть написано вверху «Фильтр», «Description». И вот этот символ 2 означает, что мы ищем какое-то включение. Не строгое равенство, а именно просто включение. Его можно немножко расширить. Я прямо сейчас даже здесь постараюсь написать. Например, мне нужно найти не только бензин, но еще и что-то другое. Ну, там, например, какую-то еще пара. Я могу здесь прямо написать. Прошу пардону. Вот так. Значит, этот символ разделения. То есть мы сейчас будем искать на любое совпадение. Либо с этим, либо с этим. Я сейчас сброшу для начала. И вот я нажимаю. Вот у меня сейчас будет искаться. Либо поэтому, либо поэтому. Здесь такое у нас. К сожалению, то есть нельзя там поставить «ИИ». Пока на данный момент можно поставить «ИЛИТО», «ИЛИТО». Теперь, как это у нас работает. Значит, помимо того, что можно в фильтре указать, что мы собираемся фильтровать, можно указать, что делать с тем фильтром, который уже стоит. Есть тут три поведения. Мы можем добавить, мы можем заменить как весь фильтр, так и заменить только это поле. Ну, вот смотрите, например, я сейчас уберу вот этот дизель, пока что-то он не смещал. Итак, я сейчас обновлюсь и поставлю здесь ключо, описание, которое содержит дизель. А потом добавлю еще АЗС. То есть видно, что фильтр расширился. И теперь у меня происходит отбор по двум вот этим параметрам. Такому набору соответствует только один объект. Теперь я могу заменить полностью весь фильтр. Я говорю, а давайте мы просто найдем все объекты с описанием, содержащим слева «бензин». То есть мы так заменили весь фильтр. А вот теперь, например, если я добавлю сюда АГЗС, а потом я заменю дизель. Вот здесь у меня сейчас стоит бензин. А теперь, когда я нажму, у меня там будет стоять дизель. То есть три вот этих режима позволяют нам оперировать с этими фильтрами. Как с этим можно работать? То есть у вас есть какая-то карта. Я сейчас показываю в стандартном режиме, когда она занимает какое-то пространство изначально на странице. Вы просто размещаете элементы согласно вот этому описанию с тремя дейта-атрибутами. И при клике на эти элементы вы можете что-то получать. Я обращаю внимание, что сейчас пока мне консоль пустая. То есть когда я просто произвожу клики, у меня ничего не происходит в консоли. То есть я информацию об объектах не получаю. Ну таковы просто. Это самая простая форма применения фильтра. Значит, как можно сбросить фильтр? Достаточно просто указать режим «remove». Это удалить фильтр предыдущий. И ничего не передавать. То есть фильтра у него просто нет. И этот сброс работает при клике. То есть возвращает нас к исходному состоянию. Понятно, что все это у нас оперативно отображается в панели. Работа с категориями не так наглядна. Поэтому я сейчас вам покажу, как это работает, когда мы устанавливаем режим без категорий. Что означает этот режим? У нас в этом режиме принудительно скрываются категории. Все объекты показываются на карте сразу. И слева есть какой-то список. Вот в данном случае будет более наглядно как раз эта работа. Итак, я говорю. Покажите мне все, что там содержит. Мы видим, что этот список динамически обновился. Теперь тут остались только те объекты, которые соответствуют нашим условиям. И хотите, что там еще что-то применяется. Потом это все нужно опять свернуть в предначаемое состояние. То есть в данном случае у вас появляется свобода оперирования объектов не при инициализации вашей страницы, где передаются объекты, и даже не при загрузке. А именно при работе с уже переданными объектами, которые у вас уже каким-то образом показаны. Карта динамически обновляется. Вот примерно таким образом это происходит. Загрузка дела обстоит ровно то же самое. То есть все загружаемые объекты автоматически у вас будут отсматриваться на соответствии этим позициям. Примерно в таком ключе это все у нас работает. Почему я сказал про консоль? Потому что помимо вот таких простых HTML элементов, которые с помощью data-атрибутов могут позволить вам управлять, как всегда еще есть метод API, который тоже у нас описан. Я вот здесь просто написал его. Вызывается он таким вот образом. То есть вы можете где-то в своем скрипте, если у вас там возникла какая-то необходимость, просто вызывать метод, который называется filter.lab.jx. Я тут поставил remove, то есть замену полную, и выбрал какой-то вот в данном случае запрос, который может составляться по тем же правилам, написанным в документе. Вот сейчас я, предположим, где-то у себя в скрипте вызвал такой метод filter.lab.jx. У меня произошло то же самое, что и при клике на эту кнопку, но обратите внимание, в консоли у меня появилась информация. То есть вообще предполагается, что любое действие по изменению статуса объектов и категорий приводит к тому, что вы получаете информацию, какого рода. Это категории и объекты. Два параметра в получаемом результате. Я смотрю, какие объекты. У меня говорится, активный. Это имеется в виду показ балуна. Ну, окошечко вот этого. Которая вот здесь может появляться у нас. То есть этого балуна у нас в данном случае нет, поэтому нам говорится undefined. Дальше. Это перечень объектов в виде массива. Это их ID. То есть то, что было отфильтровано и то, что у нас с вами показывается. Не всегда бывает так, что эти списки совпадают. Вы уже понимаете, что если у вас, например, используются категории, и часть категории скрыта, но объекты, которые в этих категориях находятся, они соответствуют параметрам. А категории не показаны. Понятно, что они будут представлены в списке фильтров, но в списке visible они, конечно, будут отсутствовать. То есть их не видно. Вот эти два параметра позволяют отслеживать. По категориям ровно то же самое. Понятно, там и актив у нас уже нету, потому что visible практически есть то самое и актив. То есть видимые категории. И вот там говорит, что категории видимые такие-то и соответствуют этим введенным фильтрам вот такие. Вот такого рода информацию вы можете получать всегда. Значит, как это можно использовать? Ну, в данном случае это в консоли я увидел, потому что он что-то вернул. А как это можно использовать у себя? Для этого у нас с вами есть специальный метод Extend, тоже описан в документации, в котором вы можете расширить модуль любыми своими какими-то произвольными свойствами, методами, что хотите. Но есть ряд уже готовых. Это те методы, которые позволяют отслеживать состояние. Их не так много. Я сейчас даже покажу, какие они у нас тут есть. Как бы не запутаться в этом документе. Вот он есть. TrackMapObjects. Про этот метод я чуть-чуть позже скажу. Значит, про CreateItem Content. TrackItem. Чем отличаются два метода? TrackItem и TrackMapObjects. Это просто разные реакции. TrackItem это запуск переданной вами функции, когда вы кликаете на объект, то есть делаете его активным или неактивным. А TrackMapObjects работает при любых обстоятельствах. Отфильтровали, он сработал. Значит, там, изменили видимость категории, он сработал. Кликнули на объект, он сработал. Как это использовать? Вот здесь написано. Значит, TrackMapObjects. И я просто здесь в консоли выведу то, что я здесь получаю. Давайте посмотрим, как это у нас работает. Я сейчас вернусь. Так, где у нас? Итак, вот у нас есть какой-то тут... Вот что я сделал. Я вывел, да, и в консоли, понятно, я получил это то, что вернул мой метод, FilterMapObjects. Это абстракция, которая существует только в браузере. А вот ваша, та же самая информация, что и здесь. То есть, если посмотреть, она будет абсолютно одинаковая. Вот таким образом, вы с помощью API можете не только управлять фильтрацией ваших объектов, но и получать информацию, а что у вас после этой фильтрации осталось. Какие объекты видны, какой из них активен, какие к тебе видны. Вообще, полную информацию о соответствии ваших объектов. Ну, соответственно, чтобы вернуть в исходное состояние, надо просто вызвать вот таким образом, передав просто ремовку и все. Вот так это у нас работает. Это то, что касается фильтрации. Я очень надеюсь, что эта функция вам будет полезна, когда вы можете на каких-то своих страницах это делать. Ну, вот пример, да. Недавно был проект по образовательным учреждениям. Есть институт, у которого есть филиалы, есть общежитие. Вот хочется, например, показать сначала одно, потом другое, а может быть даже сразу и все вместе. Вот с помощью трех незатейливых кнопок, которые реализуются в вашей странице, с вашими стилями, все, что хотите, поставили эти нужные дейп-атрибуты, и можете получать нужный вам результат. Вот примерно таким образом это работает. Пока не забыл, сразу вот обращу на что ваше внимание. Была такая тоже большая проблема, о которой почему-то я, убежал на себя вину, не задумался. Это версия jQuery. Вот так исторически сложилось, что наш модуль основан именно на jQuery. И мы брали за ориентир какие-то современные версии. А что получилось на практике? Люди подключают модуль, у них используется, например, какой-то старый шаблон, в котором версия JavaScript совсем-совсем древняя, ну, вплоть до версии 1.7. Понятно, что там много чего нет. А получалось так, что мы в нашем модуле подключали более свежую версию jQuery, которая перетирала предыдущую. И возникали просто баги, связанные с тем, что на странице вместо ожидаемой старой версии 1.7 использовалась версия, ну, скажем, там, 2.0. Поэтому мы немножко изменили наш модуль. Если вы обратите внимание, то вот в хэд у нас нет ни одного подключения jQuery. Ну, это чисто такие служебные, как вы понимаете, подключения, то есть это какое-то оформление тут на странице для этих кнопочек. Вот наш модуль, да, что делает. Он подключает стиль и подключает скрипт. Никакого jQuery. В чем суть? Он проверяет версию, которая есть на странице, и если она не соответствует нашим стандартам, то он подгружает новую, и ее использует, ну, как вторую. Ну, вы, кто занимается более пристально со скриптами, знаете, что есть такой новый конфликт jQuery, который позволяет вам использовать две версии. Не очень желательно, но это необходимый такой шаг для того, чтобы была обратная совместимость. Так что теперь можно не бояться использовать ее на старых шаблонах. Никаких проблем с этим у вас не будет. Значит, это то, что касается фильтрации. Пока не ушли, есть какие-то вопросы касательно именно самой фильтрации? Ну, пока вопросов по фильтрации нет, я думаю, что можно... Ага, окей. Значит, теперь, что касается других методов. Как их много. Ну, там есть еще такой track direction, да, это отслеживание прокладки маршрута. То есть, если мы будем прокладывать какой-то маршрут, то у нас появится эта информация. Я прямо сейчас даже постараюсь и прямо показать, что у нас в этом случае получится. Значит, где-то у нас тут был вот этот самый track map objects. А я сейчас еще дополню это методом track direction. Ну, то же самое. Просто будет у нас что-то будет выводить. Давайте тоже на нее посмотрим. Значит, я сейчас обновлюсь, чтобы консоль почистить. И теперь выберу какой-то объект. Ну, наверняка вы там уже, если кто-то использовал, сталкивались, что я могу проложить маршрут. Вот. Ну, допустим, я сейчас проложу маршрут от другого объекта. Вот так. Теперь нажимаю проложить маршрут. И обратите внимание, что у нас тут сработал наш метод, который называется track direction. И он нам выдал, собственно, ответ. Который себя включает различные... совершенно разную информацию, да, как... Это продолжительность, длина. Это прямоугольник, да, в котором содержатся координаты. Это массив... А, нет, это не массив, да, массив это сегмента. Значит, это линия, которая вот здесь проложена. Она представлена именно в формате вендора карты. То есть для Google она будет иметь один вид, для Яндекса другой. Но с ней можно работать, используя API вендора карты. API вендора карты можно получить, опять же, используя наш модуль. Там есть такой метод, называется getMet, да, по-моему. Значит, и вы получаете ссылку на эту карту, да, и можете с этим всем работать. Значит, здесь же находятся... Это сегменты, то есть это отрезки пути, а это точки... точки пути. То есть, если будет у вас какая-то необходимость с этим работать, тем не менее как с объектом вендорной карты, то вы можете с этим всем прекрасно также взаимодействовать. То есть вы можете там эту линию как-то двигать, там изменять, какие-то параметры прописывать, ну и так далее, и так далее. Вот то, что касается этих методов по отслеживанию, да, значит, по отслеживанию каких-то данных. Теперь методы, которые позволяют вам управлять. Значит, есть у нас такой метод, который называется create item content. Для чего он нужен? Вот опять же, я открою какой-то объект. Значит, у нас тут поформируется балун. Вполне себе понятного вида. Так было запроектировано когда-то очень давно, и в таком виде он у нас живет. Мы уже не раз сталкивались с просьбами исправить, да, то есть как можно в этот объект что-то свое дописать, да, или вообще там что-то полностью свое туда вставлять. Не то, что мы здесь рисуем, а что-то вообще свое. Я сейчас открою дополнительный, тут у нас тут есть слайд. Значит, как мы с этим, например, справились в режиме панели. Ну, у нас у карт есть два режима, да, это вот тот прямоугольник, который мы видим изначально, или карт, который у нас присутствует либо в виде слоя на весь вьюпорт, либо ее просто нету, да, вы можете ее по кнопке вызвать. Это все там тоже описано в документе, как с этим работать. Как можно вызвать карту. Даже не просто вызвать, да, заранее определить, какие объекты показывались, какие не показывались. Значит, как мы здесь с этим справились. Ну, вот я сейчас что-нибудь здесь открою. Вот посмотрите, значит, вот у нас справа здесь панель какая-то присутствует. И вот в этой панели изначально была информация в таком же виде, как и здесь. Очевидно, что есть проекты, где данных очень много. Вот мы делали проект с открытыми данными, и там этих данных были десятки, десятки полей, которые нужно было выводить. А мы по старинке оперировали там с каким-то ограниченным количеством. Как мы из этого вышли? У нас есть такой параметр. Я сейчас его попробую показать. По-моему, здесь наверняка уже стоит. Он через админку управляется. Я думаю, Константин вам покажет, как это работает. Да, вот этот параметр здесь стоит. Значит, item custom view true. Что это значит? Это значит, что у вас все абсолютно данные будут выведены вот в таком виде. Название и какое-то будет у вас тут стоять текстовка. Это те данные, которые вы получили. Опять же, не все поля нужно выводить, и поэтому вам будет показано, как в админке с этим управляться. Обратите внимание, что есть описание полей. Это значит, что вы можете работать у себя на объекте с разными абсолютными наборами. Что это значит? Что у вас одна категория использует один набор данных, а другая другой. Имена совершенно разные у ваших данных в таблице. Вы их передаете, как есть, но для каждого такого набора вы указываете описание этих полей. То есть, соответствие нашему стандартному имени и вот тот самый текст, который у вас будет показан. Вот в этой самой карточке. Что если вам, например, что-то не надо показывать? То есть, там настройка будет такая штука, как это выглядит в итоге на фронт-энде. Например, мне не нужно показывать две координаты. Вот эти LAT и LNG. В этом случае, после того, как вы проделаете какие-то пассы, у вас на фронт-энде будет вот так передней. Теперь обратите внимание, что у нас сейчас получится. Так, а я хоть то, то делаю-то. Так, интересно. Фильтр HTML. Так, вроде то делаю. Или я не тот, просто сейчас я попробую другой открыть. Может быть, я открыл как раз из... А, вот. Посмотрите, я просто как раз открыл объект, который описывался в другом месте. Это как раз тот самый случай, когда ваши данные имеют другие имена. Обратите внимание, координат тут уже нет. То есть, вы можете управлять как порядком этих полей, так и их показом скрытия. Но иногда и этого бывает недостаточно. Иногда вот этого стандартных каких-то интерфейсов может не хватать. Что в этом случае делается? В этом случае вы можете переписать полностью свой этот метод item content. Значит, я сейчас просто открою уже какой-то готовый скрипт, который я на днях отсылал. Так, сейчас найду. Ну вот так. Значит, два скрипта сейчас. Просто такая небольшая демонстрация, то, что можно сделать. Итак, в том же самом методе Extend вы определяете вот этот самый метод create item content. он получает целый набор большой вот этих самых каких-то полей, которые в себе содержат все. Исходные данные, которые были переданы для этого объекта, обработанный какой-то результат, который присутствует в качестве стандартного, да? Вот для этих балунов. И все остальные вещи. Его имя, адрес фотографии, если он был там передан для него и так далее. Теперь вы можете здесь сформировать все, что хотите. Ну, давайте попробуем прямо сейчас этот метод по-простому здесь где-то определить. Итак, давайте вот в этом же самом файлике, который у нас открыт, где-то в своем месте вы записываете. Так. Вот так. Итак, мы с вами сейчас определяем новую функцию, которую, допустим, будем возвращать. Значит, там все, опять же, в документе описано, в каком виде надо делать возврат. Но я сейчас просто здесь покажу. Она очень простая. Значит, мы с вами возвращаем фотографию и контент. Вот то, что вы передадите в контенте, будет всегда вставляться в ваш вот этот балун, да? Давайте сейчас прямо это делаем и посмотрим. Я сейчас фотографию никакую не передаю. Это что значит? Вы можете просто передать только контент. Ну, давайте я прямо даже здесь его закомментирую. Чтобы я даже не могу. Только контент передаю. Вот сейчас я увижу здесь тот контент, который я сюда передал. То есть, вы сюда можете вставить что угодно. Какой угодно, там, какой угодно текст. Какой-то слайдер можете туда поставить, если хотите. Что угодно, да? Значит, это полностью ваш прерогатив. Как использовать информацию, которую вы получаете? Ну, давайте просто посмотрим, что мы вообще, собственно говоря, в этом в этот метод получаем. Давайте сейчас я открою здесь. И мы посмотрим, что мы здесь с вами получили. Вот этот объект, который себе содержит категорию, к которой он относится. его идентификатор, собственно. Значит, и тут есть такие вещи, как контент. Это то, что уже заранее сформировано, стандартное. Значит, вы здесь получаете поля соответствия. Что такое поля соответствия? Это то, как вы передаете свои какие-то произвольные имена для объектов из базы данных. И чему они соответствуют в нашем, у нас здесь внутри. Это исходные данные. То есть то, что вы, собственно, и передали для этого объекта при его инициализации. Это поля, которые описаны, вот я их как раз показывал, то есть поля, которые нужны для того, чтобы управлять показом категории. И вообще целых групп объектов, которые описываются одинаково. Это его координаты в соответствии с заданными. То есть вот этот point, это, соответственно, LATO и LNG. Это... Ну, там что-то так не написано, я это не очень понимаю. Вот. И так, что такое road? А, road это кнопочка. Значит, вот если вы обратите внимание, то у нас тут есть такая кнопочка, да, проложить машину. Потому что, чтобы вам самим не заморачиваться с этим, там эта кнопка передается уже в готовом виде, вы можете ее вставить в любое место. Ну, там, в этой кнопке, если посмотреть на ее... на ее код, да, то вы там увидите целую кучу дата-атрибутов, там каких-то классов, чтобы вот эта рисовалась иконочка. Но чтобы с этим всем не мучиться, этот объект уже в готовом виде передается как раз в виде вот этого самого маршрута. Так что, можете это все использовать. Ну, например, вот, столкнулись, да, мы с такой задачей, надо было добавлять к стандартной карточке просто кнопку, да, какую-то свою. И вот как это решается. Там как раз второй скрипт было именно про это. что можно просто получить... Я вот прям скопирую здесь полностью это все. Можно просто получить готовый контент и его использовать. Вот в Options, да, мы видим контент... А, вот так все уже... Все гораздо проще стало. Вот так. Вот так. Значит, мы что делаем? Мы получаем контент сформированный. Клонируем. Ну, чтобы повторно не вставлять, да, туда одно и то же. И туда вставляем то, что мы хотим. В данном случае я тут создал какую-то кнопку. Про эти штуки я сейчас тоже скажу, что это такое. Как теперь это выглядит? Значит, ну, давайте сейчас посмотрим. Я вот сюда вставлял данный. Видно, тут появилась такая кнопочка. То есть вы можете легко использовать какой-то стандартный, уже заранее сформированный контент, чтобы с этим самому не мучиться. И просто туда добавлять, например, какой-то блок. Это вот как раз была задача для медсайта, где нужно записываться на прием в какой-то конкретной клинике. Вот такой блок вставляется, кнопочка здесь появляется, и вы можете легко туда переходить. Есть вопрос. Вот такая вот история. Да, какой? От Александра. Можно ли сделать разный набор контента для балуна и объекта справа? Так, Александр, а вы тогда можете пояснить вот этот, что вы имеете в виду под объектом справа и балуном? Значит, вот я давайте сначала я просто скажу, почему я такой вопрос задаю. Дело в том, что балун у нас вот это понятие используется в стандартном режиме вот для этого, а в режиме панели, поскольку здесь нет, как видите, никакого всплывающего балуна, то у нас этот балун фактически это вот эта правая панель. То есть, по факту, это одно и то же. Я сейчас даже вам просто постараюсь показать, главное только не запутаться в адресах. Вот тут я кнопочку добавил, давайте сейчас кнопочку здесь добавлю. Ровно по тому же самому принципу. Да, я сейчас посмотрю. Фильтр API NoCuts. Я скопирую сейчас вот это расширение. Найду только вот, хотя мне надо еще здесь найти. Итак, итак, стандартный фильтр IP NoCuts. Так, я сейчас еще раз убежусь, потому что я правильно прочитал. Да, фильтр NoCuts. Так, Extend. Ну, чтобы не плодить там этих миллион сущностей, да, я так сейчас сделаю. Так, нигде не ошибся. При CopyPaste такое случается. Вот, посмотрите, да, то есть я использовал то же самое и кнопку, которую я здесь в этом балуне. А здесь в режиме панели балун, это то, что справа эта панель. Поэтому теперь давайте еще раз вернемся к вопросу, да, что вы имели в виду под объектом справа и балуно. и балуно. То есть это работает в любом режиме, и там, и там. Вы можете формировать любой абсолютно контент, как в режиме панели, так и здесь. Ну, понятно, что здесь у вас гораздо больше возможностей, хотя бы даже просто потому, что здесь появляется прокрутка, которая позволяет с этим работать. А тут у вас, я говорю, прокрутки не будет, да, тут у вас будет использоваться увеличение высоты этого объекта. Как правило, в таких балунах не показывают очень много информации, только самую-самую краткую. Иначе там можно такие получить, портянки, но я их уже видел. А здесь у вас есть возможность любого размера информацию вставлять, и будет появляться прокрутка. Вопрос остался, нет, по добавлению? Вот Александр Игольник пока что не уточняет дальше, но если появится дальше вопрос, Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а мы в конце доклада тогда на него ответим. Да, и вот последний, как бы там, последний штрих, да, опять возник вопрос, ну, люди рисуют разные макеты, да, и, соответственно, в этих макетах используются такие чудеса, о которых мы даже не думали. Вот, поэтому встал вопрос о том, чтобы использовать кастомное формирование из списка объектов. Я честно старался к вебинару успеть такую правку внести, да, в скрипты, но, каюсь, просто там есть разного рода нюансы, не успел, да, но в самом ближайшем обновлении мы сделаем и это, да, чтобы у вас была возможность формировать и здесь кастомный вид вот этой всей штуки, да, не в том виде, который мы здесь показываем, а что-то свое. Там будет оболочка, которая будет делать, позволять участвовать вот этот переход и все, да, но там есть класс, да, который появляется, вы можете его использовать. Я в документации все это обязательно подробно опишу с тем, чтобы вы могли здесь использовать абсолютно свой контент. пока возможность управления вот этим списком ограничивается только постановкой класса. То есть есть такой метод, опять же написан в документации, который позволяет вам добавить любой. Так, сейчас я попробую его здесь найти. Значит, set, 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 так, это не то. Какой же он получился уже здоровый. Значит, set title, это все не то, это управление так, видимостью, информацией, передачей данных. А где же тут? А, вот он. Я смотрю прямо на него и не вижу. Значит, называется он add item classes. Значит, что это такое? Он используется при формировании этих объектов и вы его также можете в extend определить. Ну, давайте я прямо сейчас попробую его сюда добавить. Итак, это пока то, что уже там сейчас есть, помимо того, что мы сделаем как раз в кастомном формировании. Я прямо отсюда скопирую эту штуку, да. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Ну, сейчас будет, конечно, чудовищная там консоль забита, да, она сейчас для всех объектов сработает. Так, а куда я вставлял? Наверное, вот сюда вставлял. Вот, видно, да? Значит, это просто для всех объектов вызывается. И вот, что мы здесь с вами получаем. Это данные, да, которые вы, собственно говоря, получили для этого объекта. Так, DataValues, да? Давайте я сейчас просто одну как-нибудь оставлю сначала, а то так можно закрутиться. Да, это данные, которые есть у вас в инициализации объекта, который вы получили. А что такое Values? Сейчас посмотрим. А Values, это уже переделанные на наш манер вот эти вещи. У нас просто поля называются универсально, да, для всех объектов. Имя, адрес, там, долгота, широта и так далее, и так далее. Да, вот, здесь они все присутствуют уже в обработанном виде. То есть, что хотите, то и используйте. Для чего это сделано? Опять был такой случай, когда наш очень уважаемый клиент, Алексей, вот, он просил как раз возможность разного оформления для разных элементов в этом списке. чтобы подчеркнуть одни там и меньше подчеркнуть другие и так далее. Вот, ориентируясь на эти данные, либо на переданные, либо уже на обработанные, вы можете вернуть любой класс. Ну, допустим, да, давайте я сейчас выделю здесь какую-то категорию. Итак, Values не подходит. Я буду сейчас использовать как. Итак, я буду сейчас проверять, что если у меня категория, которая была передана, ну, допустим, если она совпадает с S1, то тогда я буду возвращать какой-то класс. Ну, давайте прям так назовем как-нибудь тест. И сейчас мы для этого класса тест здесь что-то напишем. Так, не помню, как здесь это работает. вот у нас будет тест. Давайте напишем что-нибудь такое сумасшедшее. Боюсь, что сейчас просто под воздействием этого софта. Тут не будет работать быстрая подстановка, поэтому я вот так напишу. Так, ну, чтобы сразу было видно. Да еще и поставим импотент на всякий случай, я потому что не помню, как он виден. Скорее всего, он и не нужен. Но на всякий случай поставил. Итак, давайте посмотрим, что у нас будет. Теперь у нас консоль никакой здесь не будет возникать. И мы сейчас посмотрим, сработало или нет. Вот, видите, вот объекты, которые у нас представлены категорией S1, они подставляются вот в эту самую оболочку. И вы, в принципе, можете оформлять разные абсолютно группы, как вам угодно. Это то, что сейчас уже есть. Ну и, соответственно, мы добавим произвольное формирование вот этого списка. То есть, не в том виде, в котором это есть сейчас, а что хотите там оставить. Хоть там только имя, или там имя, название, адрес и телефоны, как вам угодно. Ну, а классы работают уже прямо сейчас. Я смотрю, там какой-то вопрос, да, появился. Да, у нас несколько вопросов. Александр прокомментировал и написал нам, что он думал, что баллон и объект могут быть одновременно на экране. А, нет, нет, Александр, мы как раз и сделали режим панели, потому что он не хватало места, просто тупо не хватало места, и мы решили как раз увеличить рабочее пространство, вынесли вот эту подробную информацию, которой может быть очень много. Ведь понятно, что я уже говорил, что баллон будет просто увеличиваться в высоту, делать в нем прокрутку, но это какой-то вообще будет, ну, не знаю. Нам показалось, это не очень хорошее решение. Поэтому мы решили большие объемы информации как раз вынести в специальный режим. Мы его называем режим панелей, это когда не баллон на карте там вместе с маркером плавает, а некая статичная панель расположена справа. Там можно разместить хоть там 2000 строк и все будет нормально, там будет прокрутка, все будет хорошо. И еще пара вопросов, тут Константин Гордеев спрашивает, поддерживаются ли Яндекс.Карты. Да, поддерживаются. Да, конечно. И потом покажите, пожалуйста, какой-нибудь пример тоже на Яндекс.Картах. И вопрос еще от Камиля Эльдарова. Как менять вид балуна? Здесь как раз у нас разные режимы в карте есть с разными балунами, просто нужно будет выбрать правильный режим. Значит, как менять вид балуна? Хороший вопрос. Вообще, как менять внешний вид нашего интерфейса? Но у нас уже есть такая штука, я сейчас прямо попробую показать, как раз-то тот самый проект OpenData. Давайте красненький возьмем. Значит, вот здесь мы сейчас увидим другой вид. Он отличается от того, что мы с вами там видели. Ну, отличается. Значит, здесь это сделано только с помощью CSS. Ну, маркеры, понятно, это через админку вставится, там указываются другие, а вот другое там, ну, то есть внешний вид здесь поменялся только в результате переписывания CSS, то есть берется там свой какой-то файлик, да, и туда вносятся правки для нашего, вот это, для наших панелей, и, конечно же, он должен вставать после нашего стиля, чтобы его переписать. Ну, или, если хотите, там можете приоритеты использовать, да, для того, чтобы они срабатывали лучше. Я не могу сказать, что это очень простой процесс, потому что надо смотреть, какие классы, да, что вы хотите менять. Да, это процесс непростой, согласен с этим. Как сделать какое-то кастомное управление, я пока даже и представить, я не могу, то есть, как это все будет, да, что вы захотите, вы можете захотеть ширину поменять, да, вы можете захотеть поменять, там размер шрифта, какие-то цветовые, там, цветовое оформление, там, нужна вам тень, не нужна тень, слишком много параметров, их сотни, и как это сделать, я пока, честно говоря, не знаю, пока есть только средства, это переписывание CSS. Ну, можно менять вот так. Значит, никаких скриптовых там правок вам не нужно, например, если говорить про вот этот балун, да, если поменяется там размер шрифта, какие-то отступы, то ничего страшного не будет, да, потому что он автоматически сам подстроится, то есть там нет никаких скриптах, жестко зашитых параметров, он все смотрит через CSS или через получившийся результат, поэтому, если у вас есть желание, да, можете его поменять, но только через CSS. Как по-другому сделать, пока не знаю. Теперь по поводу Яндекс.Карт, да, безусловно, все это есть, и тут даже есть, ну, у меня во всех моих тестах есть такая ссылочка на Яндекс, да, то есть это все то же самое, только на Яндексе. Ну, то есть я сейчас прям могу открыть, вот у меня был открыт этот стандарт, да, вот, сейчас Яндекс открою. Так, вот он Яндекс, а вот он Google. Что я тут делал, расширения какие, ну, давайте то же самое, сделаем тут кредит, кредит, айтем контент, да, добавим. Вот, кредит, айтем контент, сейчас я сделаю то же самое, да, кнопочку сейчас добавлять, вот я обновил, ну, и тут куда-нибудь нажал. Вот, тут кнопочка здесь появилась. Они работают одинаково, то есть в части работы с интерфейсом разницы никакой нет, да, это все одинаково, и там, и там, абсолютно. вся работа с картой, она находится в отдельном модуле, ее вот интерфейс вообще никак не волнует, только данные, только данные, больше ничего. Ну, если сейчас еще появится какой-то вопрос, про карту можете, конечно, не задать. Значит, теперь я говорил вот про эти две строчки, да, которые я показывал. Смотрите, вот тут есть такие забавные такие штуки, как некие темпы, некие комнаты. Кайс, это, ну, то есть, я их не убрал, да, в данном случае, куда-то совсем вот внутрь, это внутренние модули, да, которые обслуживают вполне себе, ну, свой круг задач. Там, темп, он используется для хранения, обработки данных, вот, common, это некий общий интерфейс, который там работает с историей, там, и так далее, да, что-то сохраняет, что-то там берет откуда-то, значит, ну, common здесь, в данном случае, используется для создания элементов, он здесь излишний, здесь можно было сделать гораздо проще, как вы все понимаете, да, то есть создать что-то вот такое, я сейчас прям, ну, постараюсь все вынести, ну, такой же, как, собственно говоря, ну, вот так, да, это, я думаю, что вам больше заметно, да, вот эта штука, да, это просто обычный jQuery, в этом случае, это common, конечно, вам никакой здесь не нужен, ну, и то же самое, вы сейчас результат увидите, я сейчас обновлюсь, и результат будет абсолютно, почти, то же самое, я пока не очень понял, да, что он сделал, так, ну, так, а, ну да, конечно же, он нашел мне все баттоны, и туда все подставлял, замечательный, конечно, пример написал, при нашей земле, вот, значит, он создал точно так же кнопку, с помощью jQuery, так что common здесь был излишний, а темп, опять же, здесь тоже не нужен, да, потому что он используется для, ну, использовался для получения адреса фотографии, это уже исправленный момент, сейчас вот это простая, простой параметр, у полученного объекта, вот это. Значит, ну, если вдруг захочется какие-то производить сложные манипуляции, то можно всегда их получить, там, есть объект темп, есть common, есть еще объект мэп, который с картой работает, да, но я, честно говоря, не знаю, у кого возникнет такое желание, когда вы их развернете, там, ну, это будет просто, ну, видите, там, десятки, не многие десятки различных свойств методов, не уверен, что это кому-то вообще может потребовать, но если вдруг какие-то нужны, там, сложные вещи, конечно же, их можно там использовать, но опять же повторюсь, это какая-то сумасшедшая совершенно, кастомизированная задача, о которой я пока даже и думать боюсь, так что в принципе, по большому счету, вот вам, наверное, это не нужно. И последняя строчка, на которую я хочу обратить внимание, это получение ссылки на jQuery, еще раз подчеркну, что здесь никакого jQuery, ну, вот так не подключается, поэтому, если вы попробуете обратиться, просто, по, ну, или там jQuery написать, или знак доллара, то вы ничего не получите, да, потому что у вас, может быть, могут быть такие проекты, на которых, например, jQuery не используется. Поэтому в самом модуле реализовано как раз после проверки, там, загрузки при необходимости этого jQuery, как свойство, ссылка на используемые в модуле jQuery. Это всегда будет последняя версия, да. Сейчас я не помню, какую мы используем, то ли 2.0, то ли 2.1. Не могу сейчас точно вспомнить, но какая-то последняя, да. Вот, вы всегда можете в любом абсолютном методе получить ссылку на используемые jQuery в модуле, как свойство, ну, вот такое. Ну, технически я мог бы этого не делать, да, я мог бы просто вот так здесь написать, вот так, да, и все. То есть, ну, я так иногда делаю, когда в разных местах используют, чтобы не обращаться много раз с сложным свойством. Вот такая вот история по замене контента. Натя, ты там вопросы не отслеживаешь? Это Александра. Каким браузером вы пользуетесь сейчас для демонстрации и каким отладчиком, который показывает содержимое объектов? Ну, вы же сами понимаете, у каждого разработчика свой там абсолютно может быть кастомный набор. Кто-то любит для разработки Chrome, кто-то использует Firefox, да, ну, разные совершенно подходы. У меня вот разные, как бы, использования Chrome и Firefox, там, на этапе, когда я только все начинаю делать, да, я, как правило, использую Firefox. Ну, а когда там отслеживается там перформанс и так далее, тут уже, конечно, Chrome очень много, чем он дает, очень много инструментов хороших. Это дело вкуса. То есть, в данном случае не надо никого ориентироваться, надо делать то, что вам полезнее. У каждого браузера есть какой-то свой набор, который вот пальцем. Мне, например, чем не очень нравится Chrome на этапе разработки, у него консоль зашита куда-то вправо, может быть, я просто, ну, неграмотный, да, и для меня там какие-то моменты остались за кадром, да, но вот я для того, чтобы консоль увидеть, вот так вынужден сдвигать. Может, как-то ее можно передвинуть, да, вот если я сейчас перейду на элементы, как потом консоль, мне каждый раз приходится вот так делать, как управлять ее положением, как ее сдвинуть к элементам, я не знаю. Вот это одна из больших причин, примитивная, да, но очень важная для меня, потому что в Firefox консоль находится прямо рядом с элементами. А для меня она очень часто используется, поэтому я Firefox люблю в этом плане, что здесь переключение быстро. А так, да, ну, там много разных особенностей. Какие хотите, такие будете использоваться в процессе разработки. Консоль. А, ну, хорошо, это хорошая новость, да, потому что мне это очень сильно не превышает. Ну, это хорошая новость. Вы сделали мой день, да, как говорят. Ну, что, в принципе, наверное, я не буду больше задерживать, я просто хотел показать вот эти возможности по фильтрации, по кастомной настройке вот этой информации об объекте, ну, и просто такой небольшой анонс, да, что формирование объектов тоже станет кастомным, то есть вы здесь можете располагать абсолютно свою какую-то информацию. По кастомизации интерфейса, еще раз повторюсь, только переписывание правил CSS. Пока я ничего другого вам предложить не могу на эту тему. Очень сложный большой вопрос, как вы понимаете, то есть, что, какие параметры надо регулировать, как, это отдельная большая головная боль, поэтому пока у нас это нет. Вот такая история. Да, последний момент. Евгений, вас не слышно, пропал звук. Да, да, я просто, да, я тут вынужден был отвлечься. Значит, еще один такой момент. я неоднократно встречал просьбу, но возможно, что неоднократно, потому что один и тот же клиент их несколько раз писал. Значит, по поводу нативных элементов управления от вендоров. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, это различные там, шкала, там, масштаб и так далее, и так далее, и так далее. Не вопрос. Значит, вы их всегда можете использовать их, да, вы можете управлять картой. У нас есть в любой момент вы можете получить ссылочку на карту. Сейчас я тоже здесь найду. Так, передача данных, а где получение ссылок? Готовность, а, вот, готовность к работе карты. Значит, тут есть, опять же, два метода, которые просто относятся к разной стадии формирования. MapReady это тогда, когда она готова к какой-то уже работе с ней, да, можно параметры выставлять и так далее, а MapComplete это когда карта уже построена. Ну, те, кто с картой хоть раз занимался, понимают, что это разные вещи, да, когда она только вот готова к работе, да, и когда полностью закончено построение там этой карты, да, то есть, когда масштаб там нужно выстроить и так далее. Вот, в любом из этих методов вы можете переопределить то, что вам нужно. То есть, вы можете получить ссылку на карту и так далее, вы можете параметры выставить, да, если вам нужны очень там какие-то элементы управления, вы можете всегда зайти на, значит, описание этих API у Google или у Яндекса и прям руками там написать, что вы хотите видеть, да, например, хочу видеть то-то, ну, такой-то элемент управления, такой-то. А наши элементы понятны, ну, как, с помощью стиля скрыть, вот эти кнопочки, например, они появились просто потому, что места очень мало. Если там, скажем, убрать, ну, вот я сейчас здесь вернусь в режим обычный, да, где-то у нас это наукация, вот обычный самый режим. Вот я сейчас в него зайду. если я сейчас разверну вот эту штуку, да, вы видите, что элементов никаких не видно. Вот как с ними правильно работать, мы тоже пока еще не совсем себе представляем, чтобы они были всегда вам доступны. То есть, мы над этим подумаем, безусловно, и постараемся какое-то решение предложить. Но на данный момент, вот мы пока нечто сделали кастом, ну, это кнопка там перехода в полный экран, то есть даже в стандартном режиме вы можете всегда развернуть на полный экран, когда не хватает места. Это часто случается, когда у проектов какая-нибудь вот такая область узенькая, где карта стоит. Вот такая какая-нибудь. Ну, и что там можно увидеть там толком? Там объекты, вот, ну, к сожалению, даже вынужденные категории скрывают, да, для того, чтобы объекты показать. Но можно всегда развернуть на полный экран и с этим уже работать. Вот. Ну, и тут кнопки Zoom, да, там, минус, плюс, их можно с помощью CSS легко скрыть, да, это никакая не сложность и вызвать нужные вам мотивные элементы управления картой. Так, ну, вроде я все. Да, Евгений, может быть еще мы немножко забыли сказать, что на карте мы можем показывать не только объекты, но у нас есть шаблоны для показа событий, туристических маршрутов и тоже их можно показывать по категориям. Ну, что-то может быть полезно на... Да, ну, давайте честно просто скажем, да, что события практически те же самые объекты, да, просто они, да, у них там есть, были, были, во всяком случае, какие-то нюансы, но сейчас их все меньше и меньше, в принципе, это могут быть, с учетом того, что вы можете формировать все сами, да, вывод информации, это вообще, собственно говоря, никакую же разницу для вас не представляет. А вот маршруты, да, маршруты, конечно, представляют для себя нечто другое, это уже там проложенные какие-то вещи, ну, я просто сейчас не хочу этого касаться, потому что это уже было и раньше, мы сейчас только какие-то новые вещи рассматриваем, и время просто поджимают, да, насколько... Нет, время у нас есть. Ага, ну, хорошо, тогда я сейчас попробую просто показать то, что... Так, маршруты, да, давайте посмотрим что-нибудь. Вот такое. Ну, тут совершенно какие-то абстрактные, то есть тут они вручную нарисованы, там точки указаны, и есть там какие-то маркеры, да, у этих там точек, и они, соответственно, показываются или не показываются. И по каждой точке точно так же мы видим здесь какое-то описание. можно здесь перекрыть. Там, если у точки указано имя или описание, она присутствует вот в таком вот здесь. То есть, в виде какой-то точки, на которую можно кликнуться. Вот это, например, точка, она есть в описании, но у нее ничего нет, она просто для перегиба нужна. не более того. Вот. Такая вот история. Спасибо. А есть еще вопросы у Василия Шабалова. Поиск идет по названию или по содержанию Булуна тоже? А вот здесь имеется, вот в этом поле? Ну, я думаю, что да, что вопросы про это поле. Да, да, я понял. Значит, здесь идет сейчас по названию, но, да, спасибо, что напомнили, Василий. Я, наверное, туда какую-то опцию поставлю, которая будет позволять искать и по содержанию тоже. Ну, технически, как понимаете, да, это просто фильтр, да. Я включаю туда не один параметр, а два параметра. Да, безусловно, конечно, можно. Я подумаю, как это правильно сделать, потому что, как Вы понимаете, если Вы будете искать и по имени, и по названию, то у Вас и сверху будет отображаться, собственно, будет отображаться легким движением, легким движением name и description, да, понятно, что если два будет поле. Я сейчас чего-то тут, когда готовился к вебинару, вот у меня тут какая-то ошибка вдруг вылезла, я что-то там, видимо, дернул в этой папке и что-то у меня перестало работать. Так, ага, ну, что-то сейчас есть, да, появилось. Вот смотрите, call, да, я сейчас ввел call, у меня что появилось сверху, name равно call, да, то есть, если я добавлю description, там еще будет description. Я подумаю, как это сделать правильно, ну, нормально, да, чтобы можно было этим управлять, не всем, видимо, нужно искать по описанию, некоторым только по имени, и на такую штуку обязательно сделать. Но да, в общем-то, конечно, можно было. То есть, технически это можно, как вы понимаете, сделать теперь легко, потому что фильтр работает абсолютно по всем параметрам. Добавить еще один в это поле, какие-то проблемы, никак. И последний вопрос от Камилы Ильдарова. У него два вопроса, но про хранение объектов инфоблоки нам подробно расскажет Константин, и на этот вопрос ответить в начале доклада. И вопрос снова про балуны. Можно ли сделать больше режимов для балуна? Тут надо просто тогда уточнить, что имеется в виду про больше режимов. Да, Ильдар, вы напишите, мы там в конце вебинара ответим. И еще вопрос от Евгения Фисенко. Как можно автоматизировать процесс замены маркеров для отдельных объектов? Например, если какой-то объект нужно выделить среди других. И также необходимо сделать, чтобы замена маркера происходила в определенный промежуток времени, по прошествии которого маркер возвращался в стандартный. Так, вопрос, конечно, замечательный. Но вообще, вот управление маркером у нас производится только через админку. И Константин нам расскажет и покажет. Да, для этого есть там параметры, указываются общие параметры, можно в любой категории их указать. Вот я сейчас пытаюсь лихорадочно вспомнить, в объекте есть такая штука или нет. Но, в принципе, ее вести несложно, да, то есть можно и в отдельном объекте указывать, опять же, этот параметр, да, для маркера. Возможно, да, для отдельных объектов тоже можно будет поменять, но, опять же, если такое есть, это все делается только через админку. админку. Я сейчас пока сомневаюсь в возможности реализации смены маркера для отдельного объекта именно через админку. Возможно, можно будет сделать что-то в виде метода API, который позволит менять маркер на другой для какого-то отдельного объекта. Я такую себе поставлю вопросик. По поводу автоматизации, это, опять же, если это будет метод API, то вы можете в своем скрипте в любом в нужный промежуток времени вызывать этот метод и менять маркеры для нужных объектов. Единственное, так надо будет действительно сделать, чтобы эти ID-шники объектов, для которых был изменен маркер, где-то еще сохраняются. Это единственный момент. Я надо этим еще подумать. Но мы не обещаем именно это сделать прямо в ближайшем релизе. А так, управление маркерами через админку общий указывается маркер и для каждой категории можно указывать свой. Спасибо. Про данные из инфоблока это точно не так. Это Константин, остальные вопросы там уже про инфоблоки это вопросы будут Константину в конце доклада. И тогда, я думаю, что мы передаем слово Константину. Он нам расскажет уже про некоторые аспекты бэкэнд-разработки. и модулью карты, настройки и немножко поговорим про безопасность. Да, я просто вижу, Камиль тут попытался вопрос уточнить. Камиль, давайте, может быть, мы через Надежду там свяжемся и я просто хочу понять конкретную задачу вашу, чтобы сейчас других тоже времени отнимать. Мне кажется, там надо кое-что тогда обсудить. Давайте свяжемся через Надежду. я сейчас просто не готов ответить на вопрос, потому что не совсем еще понял его конкретики. И передаю слово Константину. по поводу объектов. Объекты хранятся в инфоблоке. Каждый объект это элемент этого блока. Сейчас расскажу, как сделать страницу с настройками модуля. Значит, за настройки модуля отвечают два файла. Это options.php и default.option.php. Они находятся в корне папки модуля. Настройки модуля удобно хранить в стандартной битриксовой таблице, которая называется boption. Для доступа к настройкам есть класс btrix main config option. У него есть такие методы get позволяют получить значение параметра set установить и delay позволяет удалить все или часть настроек. очень часто забывают о такой удобной штуке как default option.php В этом файле можно задать настройки по умолчанию. Почему его удобно использовать? Если у вас в модуле вы получаете значение некоторой настройки с помощью метода get, можно дефолт на значение указать в вызове метода. А если не указать, если у вас есть файл default option.php то значение возьмется оттуда. Это удобно тем, что если нужно поменять дефолт настройку, то можно сделать в одном месте, а не искать по коду все вызовы option.get. вот пример файла default option из модуля карт. Там можно использовать языковые переменные. Дальше о том, как создать форму с настройками. в составе битрикса есть очень удобная функция, которая называется Adam Settings Draw List. Она позволяет отрисовать форму с большинством стандартных элементов. В нее нужно передать код модуля вашего и массив с описанием настроек. Каждый элемент массива Parall Options это отдельная строка в таблице в форме настроек в админке. Туда можно передать обычную строчку текстовую. В результате получится вот такой заголовок. Им удобно разделять настройки. их очень много на вкладке, можно их разбить на группы. Можно делать такие поясняющие тексты в рамке с фоном. Стандартные текстовые поля ввода. Можно задавать тип текста или пасворд. дефолтное значение можно указывать такой поясняющий текст, можно делать их disabled. Чекбоксы стандартные, стандартные селекты, одиночные, которые with apply. Многострочное текстовое поле ввода и обычные текстовые надписи, как в формате plaintext, если его укажут и static text, так и в формате HTML, если указать static HTML. HTML. Пример. Я для себя пришел к такому формату. Если у вас в настройках модуля требуется несколько вкладок, то удобнее все опции записать в один массив, разбив его по вкладкам. Вот тут вы видите в качестве примера, что у нас будет вкладка с авторизацией, на ней будет два текстовых поля ввода и будет вкладка с некоторыми настройками каталога. То есть сохраняем, заносим все настройки в массив, дальше формируем вкладки тоже видим массива. Тут я привел пример, как можно управлять отображением вкладок, то есть если у нас задан некий код авторизации, то мы показываем вкладку с настройками каталога, если кода нет, то будет одна вкладка с авторизацией. Значит настройки в одном массиве вкладки в другом, теперь все это выводим. Для вывода используется класс с admin tab control, тут в общем все понятно. Инициализируем разметку формы и дальше в цикле создаем новую вкладку и на этой вкладке с помощью функции addm settings draw list мы выводим форму с контролами нужными нам. Дальше инициализируем блок с кнопками, показываем кнопки, в данном случае у нас кнопка сохранить, кнопка сбросить и кнопка помолчения, которая удаляет все настройки. Дальше покажу. Ну и финальная разметка для формы с помощью tab control and. Дальше сброс настроек можно сделать так. Тут тоже ничего сложного нет, мы просто удаляем все параметры и сбрасываем права доступа к модулю для всех групп. Сохранить настройки можно так, только еще проще. Используется другая стандартная функция, которая называется addm settings save options, которая передается массив, то есть передается код модулей и массив с описанием настроек под вот этот. Вот на этом про настройки все. Сейчас кратко о типичных ошибках по безопасности. Разрабатывая модуль, важно не забывать о безопасности модулях. Самые распространенные ошибки это конечно же cross-site скриптинг, так как когда вы например используете пользовательские переменные без обработки и злоумышленник может внедрить например JavaScript, не забывайте обрабатывать с помощью функции html special chars или с помощью приведения типов. Следующая ошибка это использование межсайтовой подделки запросов, как правило забывает проверять источник запроса и забывает проверять есть ли у данного пользователя права на выполнение этого действия. Например, если у вас есть некий файл, в котором вы удаляете пользователей, то так делать не нужно. Почему? Потому что просто обратившись по ссылке можно удалить всех пользователей. нужно добавить проверку на источник запроса, но и как минимум нужно проверять имеют ли данные пользователей права удалять других пользователей. И, пожалуй, самая распространенная ошибка это раскрытие пути. Тут важно не забывать о том, что если ваш скрипт публично доступен, если в нем используется ведура битрикса, хотя бы одна функция, нужно добавлять вот такую проверку на отключение пролога. Это нужно для того, чтобы если напрямую обратиться к этому файлу, то на большинстве хостингов засветится документ RUT. это не очень хорошо, нужно этого избегать. Мы рекомендую почитать очень хороший ресурс OpenWeb Application Security Project Wasp.org Там довольно подробно описаны все уязвимости. И напоследок хочу сказать о том, что у нас есть приложение Bittrex Mobile в компоненте Card. Его можно использовать. Оно довольно гибко настраивается. Можете видеть на скриншотах компонент с шаблоном то есть используйте шаблон Mobile Lab и Mobile Lab Modern когда используете модуль Card и компоненты модуля Card приложения Bittrex Mobile. Вот. Это у меня все. Стантин, а есть ли возможность показать немножко настройки модуля Card, как управлять маркерами и в административной части? Сейчас момент я посмотрю. Я пока покажу коллегам просто где что можно посмотреть на нашем сайте про модуль. Мы дадим Константину пару минут для настройки теста. Есть раздел в Marketplace где собственно модуль доступен были вопросы платные это решение или нет это решение платное стоимость 14900 есть онлайн демо и есть демо версии на 30 дней краткое описание и установки у нас есть как раз документация про которую сегодня говорил Евгений там подробно описано и настройки в административной части и управление параметрами подробно описано API соответственно со всем этим можно познакомиться также некоторая информация есть у нас про модули на сайте общие характеристики шаблона про мобильную версию мы видим на скриншоте тоже собственно управление маркером из административной части сайта когда можно задавать свои пользовательские иконки и также настраивать модули есть описание возможностей то есть основные сценарии разные интерфейсы интерфейс с скользящими панелями фильтрация объектов прокладка маршрутов и сервис геокодирования когда можно автоматически сай адрес проставить широту или долготу и таким образом тоже облегчить себе занесение данных в объект и к константину еще будет вопрос тут был также у нас вопрос на который мы не ответили оставили его на потом это как решение связывается с данными из инфоблоков битрикса то есть речь о том хранятся ли данные в модуле карт или данные можно если уже есть готовый раздел на сайте с данными то мы можем использовать карту как слой для показа объектов чуть-чуть подробнее тоже константин нам про это расскажет если есть разделы можно использовать для отображения на карте единственном слое нужно нужно чтобы было отдельное поле с адресом объекта и два отдельных поля для кардинат включи мне экран я передаю права вот настройки модуля карт вкладка настройки тут разные настройки связанные с размером карты с прокладкой маршрутов вкладка интерфейс позволяет поменять текстовые надписи в интерфейсе например можно перевести на другой язык можно использовать единые настройки для всех сайтов можно поставить галку для каждого сайта у меня один сайт тут есть несколько сайтов можно для каждого сайта использовать свои надписи вкладка значки цвета позволяет настроить маркеры которые будут отображаться на карте настраиваться отдельно для десктоп и для мобильной версии значки на карте объектов можете изобразить свой спрайт со своими размерами иконок отдельно настраиваться для событий для маршрутов плюс есть возможность настроить цвет линий и прямо смотреть как это все будет выглядеть отдельно еще настроить для кластеризации тоже с возможностью посмотреть как это будет выглядеть очень удобная функция геокодирования нас часто спрашивают два разных поля неудобно как заносить используйте геокодирование здесь вы можете сказать что в блоке объекты нужно взять адрес из поля адрес геокодировать его и получено долготу записать свойство с долготой широту записать свойство с широтой и можно использовать геокодер Яндекс от Яндекс или от Google сохраняйте сохраняйте теперь если зайти в элемент в инфоблоке объекта и сохранить его с него заполнен адрес и если координаты у него пустые то они автоматически заполнятся на основе данных геокодирования спасибо константин коллеги есть ли вопросы если вопросов больше нету если они появятся то пишите нам на почту мы будем рады ответить если появятся какие-то идеи и вы видите чего-то у нас не хватает модуля мы всегда рады обратной связи поэтому ваше приложение тоже можете направлять по почте можете писать на страничке marketplace и если вопросов больше нет то мы можем завершить вебинар благодарим вас за интерес к нашим продуктам мы желаем вам успешных проектов и если потребуется проекты на которых нужно быстро создать карту показать какие-то объекты по определенным параметрам категориям то вы можете использовать готовые решения если нужна консультация также можете обращаться мы будем рады помочь решить вопросы всего доброго до новых встреч до свидания спасибо нашим докладчикам Евгению и Константину до новых вебинар до новых Продолжение следует...